Саратовский государственный университет по праву считается одним из старейших российских вузов. Расположенный в центральной части города, уникальный архитектурный ансамбль СГУ стал визитной карточкой Саратова. Однако образ университета, его история и традиции формировались на протяжении многих десятилетий. Изучать биографию университета, его историю и становление лучше всего рассматривая его архитектуру. Каждая линия корпуса готова открыть не одну тайну столетнего вуза. Даже если вы всего лишь раз прогуляетесь по университетскому городку, его уютные пейзажи, атмосфера молодости и веселья, которая царит здесь, невероятная смесь истории и современности, застывшая в камне, заставят вас возвращаться сюда вновь и вновь. История Саратовского вуза началась задолго до появления его первого корпуса. Мысль об основании в городе университета с двумя факультетами, юридическим и камеральным, зародилась среди саратовской интеллигенции во второй половине XIX века. В 1860 году на губернском собрании Саратовское дворянство подготовило проект учреждения в Саратове университета. Законопроект об открытии Саратовского императорского университета пролежал в министерствах Российской империи почти 50 лет. В 1907 году была создана комиссия, комиссия работала два года, и в 1909 году готовый законопроект лег на стол императору Николаю II. Император Николай II рассматривал этот документ достаточно долго. Причем Шварц, министр народного просвещения, в своих воспоминаниях описывает это событие достаточно красочно. Император уже готов был подписать законопроект об открытии университета, но почему-то взял длительную паузу. Шварц не посмел прервать задумчивость императора, но в конце концов не выдержал и спросил, «Ваше императорское величество, разве России не нужно высшее образование?» Император сказал, что образование, конечно, нужно, но давайте договоримся так. Законопроект я этот сейчас подпишу, но с условием, что университет, открытый в Саратове, будет последним университетом в России. «Почему, Ваше императорское величество?» — спросил Шварц. Николай II ответил, «Университетов в России не должно быть много, но они должны быть университетами, и при этом воздел указательный палец высоко-высоко вверх». Свидетельство того, что университетское образование не должно быть в значительной степени девальвировано в последующие 100, а может быть и 200 лет. Закон об открытии университета стал отправной точкой для целого ряда организационных мероприятий. Прежде всего, нужно было решить кадровый вопрос. Кто будет ректором? Выбор сразу упал на известного общественного деятеля, хирурга по профессии своей основной, профессора Казанского университета Василия Ивановича Разумовского. Василий Иванович Разумовский согласился возглавить пока еще не существующий университет, принять на себя эту нелегкую ношу, и уже в июле месяце 1909 года он прибыл в Саратов. До возведения собственных корпусов университет размещался в здании фельдшерской школы. Там начали обучение первые 106 студентов-первокурсников. Тем временем Городская дума выделила под строительство университетского комплекса пустовавшее место на Московской площади, недалеко от железнодорожного вокзала. В качестве архитектора был привлечен Карл Людвигович Мювке, известный по своим работам в Казани. Карл Людвигович Мювке был хорошо известен Василию Ивановичу Разумовскому, первому ректору университета, по совместной работе в Казани. Василий Иванович Разумовский, как известно, работал в Казанском университете хирургом, педагогом, а Карл Людвигович Мювке был директором Казанской художественной школы. Они хорошо знакомы, были друг с другом. И когда возникла необходимость пригласить архитектора с именем известного, для Разумовского не было вариантов. Однако, кандидатура Карла Людвиговича Мювке вызвала резкое отчуждение в министерской среде. Однако, Василий Иванович Разумовский был человеком настойчивым. Он знал талант Карла Людвиговича Мювке, он знал его творческие способности, знал его способности административные. И настоял на кандидатуре Карла Людвиговича Мювке в ультимативном порядке, со словами. Если Карл Людвигович Мювке не архитектор, то я не ректор. И летом 1909 года Карл Людвигович Мювке приехал из Казани в Саратов и начал работать над проектом сразу одновременно шести университетских корпусов. Строительство Императорского Саратовского университета решено было начать сразу с двух корпусов, первого и второго. Всего три года потребовалось строителям, чтобы возвести это здание. Уже в 1913 году первый корпус распахнул свои двери для учащихся. В основу архитектурного решения положен стиль русского неоклассицизма. Он повторяет архитектуру античности, строгие линии, округлые формы, лепнина на фасаде и колонны. Первый учебный корпус, первый в буквальном и переносном смысле этого слова, строительством этого здания началась вековая история создания уникального не только по масштабам нашего города комплекса университетских зданий. Строительство этого здания началось 25 июня по старому стилю 1910 года и через три года это здание было завершено строительством и приняло студентов. В память об этом событии на здании расположена мемориальная доска в честь архитектора-строителя не только этого корпуса, но и целого ряда других корпусов Карла Людовича Мюшки. Несмотря на столетний возраст, здание отлично сохранилось до нашего времени. Лестница, потолки, двери, огромная аудитория – все это выглядит точно так же, как на момент открытия корпуса. Сегодня здесь размещаются кафедры, учебные аудитории и научные лаборатории геологического и химического факультетов. Первый корпус является памятником архитектуры и охраняется государством. Третий корпус был сдан в эксплуатацию в 1914 году. Надо заметить, что архитекторы и члены строительной комиссии постоянно контролировали работу строителей, добиваясь ее высокого качества и соответствия проектам. Лично следил за ходом стройки третьего корпуса профессор Владимир Дмитриевич Зернов, известный ученый-физик. Ведь здесь должен был размещаться физический институт, его лаборатории и кафедры. Это здание третьего учебного корпуса. Изначально это здание планировалось и строилось для физического факультета. Автор проекта этого здания – Карл Людвевич Мювки, соавторствами с министерским архитектором Львом Петровичем Шишко. Строительство этого здания началось в 1910 году, закончено в 1913. Одна из самых известных аудиторий университетских, большая физическая, расположена именно в этом здании. Ранее эта аудитория называлась иначе. Она называлась аудиторией имени Вавилова. Именно в этой аудитории Николай Иванович Вавилов прочитал свою знаменитую лекцию о гомологических рядах. Изначально предполагалось сделать жилую пристройку к этому корпусу, в которой могла бы жить семья директора института. Но министерские чиновники, ссылаясь на перерасход средств, из проекта ее убрали. Зато почти в неизменном виде до нашего времени сохранился рабочий кабинет Зернова. Здесь же, в здании третьего корпуса, располагается музей уникальных физических приборов. Эта коллекция – предмет гордости СГУ. Вот уже сто лет эти здания являются украшением нашего города. Не каждый российский университетский город может похвастаться таким уникальным архитектурным комплексом. Эти здания – гордость, конечно, не только университета. Эти здания – гордость Саратова. Они признаны памятниками архитектуры и охраняются государством. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, строительство университетского городка временно приостановилось. Но его история продолжалась. В 1941 грянула Великая Отечественная война. Она не прошла бесследно и для Саратовского университета. Тысячи студентов и профессоров ушли на фронт, оставив науку, чтобы отдать долг Родине. Далеко не все вернулись с поля боя. Теперь их имена навсегда увековечены вот в этом граните. Каждый год в День Победы мемориал-обелиск преподавателям и студентам СГУ, а также Саратовского медицинского института, павшим в годы Великой Отечественной войны, покрывается цветами. Вспомнить павших воинов часто сюда приходят не только российские, но и иностранные студенты. Надо отметить, что 4-й учебный корпус, строившийся одновременно с 3-м, и автором которого был Карл Людвигович Мювки, перешел со временем в собственность медицинского университета. А порядковый номер 4 теперь носит совершенно иное здание. Вот оно, мы находимся у его дверей. Здание, расположенное напротив научной библиотеки и именуемое сегодня четвертым корпусом, не было построено специально для СГУ. Оно очень старое. Это постройка 19 века. Ранее здесь располагалось вертолетное училище. Сотрудникам вуза пришлось приложить много усилий, чтобы приспособить эти помещения под аудиторией. Сегодня здесь размещаются кафедры и научные лаборатории географического факультета. Во внешнем облике этого трехэтажного здания можно найти множество элементов, повторяющих детали первого и третьего корпусов. Это пятый корпус университета. Здание пятого учебного корпуса было построено в трудные послевоенные годы. В 1952 году это здание было введено в эксплуатацию. Автор проекта этого здания архитектор Николай Иванович Усов. В этом здании первоначально располагались административные службы и ректорат Саратовского государственного университета. В настоящее время в пятом корпусе расположены кафедры и аудитории биологического факультета. Сегодня здесь располагается зоологический музей. Это самый большой из подобных музеев в Нижнем Поволжье. Соседствует с зоологическим музеем в пятом корпусе Гербарий. В этом году Гербарию СГУ также исполняется 100 лет. Он ровесник вуза. Знакомя вас с историей университета, проводя экскурсию по университетскому городку, нельзя не остановиться у этого замечательно красивого здания. Здание университетской научной библиотеки. Здание это было построено в трудные послевоенные годы. В 1956 году научная библиотека открыла двери для студентов и преподавателей университета. Это здание является уникальным еще и потому, что научная библиотека Саратовского университета называется зональной научной библиотекой, поскольку осуществляет руководство библиотечным делом во всем Поволжском регионе. Здание построено по проекту архитектора Истомина. С 1928 года перед различными органами власти Саратовским госуниверситетом поднимался вопрос о строительстве здания научной библиотеки. В итоге в 1957 году специально построенное библиотечное четырехэтажное здание площадью 10 тысяч квадратных метров распахнуло свои двери для читателей. По образцу библиотеки МГУ здесь было оборудовано девятиярусное книгохранилище. Сегодня здесь около трех миллионов книг и других печатных материалов, в том числе более 50 тысяч образцов редких книг и коллекция рукописей. В настоящее время библиотека оборудована компьютерными классами, которые позволяют обучающий процесс студентов сделать эффективнее. К началу 70-х университет значительно увеличил свои площади. На тот момент государство было заинтересовано в развитии науки. Материально-техническая база вуза была пополнена еще двумя зданиями – шестым и седьмым корпусом. Мы находимся перед зданием шестого учебного корпуса. В 60-х годах прошлого века университет не строил собственных зданий. И это здание, построенное еще в XIX веке по проекту архитектора Алексея Марковича Салько, было передано университету военным ведомством. Перед руководством университета стала в те годы очень сложная задача приспособить это здание к учебному процессу. Был проведен косметический ремонт, осуществлена внутренняя перепланировка. Сегодня лишь некоторые детали напоминают о том, что некогда здесь маршировали солдаты. Настоящей достопримечательностью корпуса стала вот эта громоздкая казарменная лестница. А это седьмой учебный корпус. Он был передан университету одновременно с шестым учебным корпусом от военного ведомства. Долгое время здесь располагалась казарма саратовского гарнизона. И это здание, перешедшее университету, абсолютно непримечательное в архитектурном отношении, было хорошо известно молодежи Саратова, поскольку в этом здании находился, долгое время размещался клуб культуры университета. Уже к первому сентября 1966 года ремонт в седьмом корпусе был завершен. Механико-математический факультет, получивший в свое распоряжение это просторное здание, с множеством небольших аудиторий, своевременно приступил к занятиям. Сюда же были переведены кафедры общественных наук и педагогики. Спустя 43 года здесь занимаются студенты социологического факультета. В марте 1966 года началось строительство восьмого корпуса. Ранее предполагалось, что это здание будет построено специально для физического факультета. Из-за недостатка денежных средств строительство шло медленно. А по его завершении стало ясно, что здание из серого бетона и стекла серьезным образом нарушило целостность и эстетическую привлекательность университетского архитектурного ансамбля. Одновременно с началом строительства восьмого корпуса в 1966 году было завершено проектирование учебного здания механико-математического факультета, который должен был стать девятым корпусом СГУ. Девятый учебный корпус. Строительство этого корпуса началось в 1970 году. И в течение пяти лет этот корпус удалось все-таки построить. Удалось потому, что денег на строительство этого учебного корпуса просто катастрофически не хватало. К строительству корпуса привлекались студенты, преподаватели. И в 1975 году этот корпус все-таки был введен в эксплуатацию. В архитектурном отношении он повторяет. Восьмой корпус является образцом советского конструктивизма. Девятый корпус – это почти 6000 квадратных метров. В настоящее время в девятом корпусе расположены кафедры механико-математического факультета, службы Поволжского центра новых информационных технологий и вычислительного центра. Пожалуй, самое узнаваемое здание СГУ – 10-й корпус. Это лицо Саратовского госуниверситета. Построенный по проекту архитектора Юрия Бурмистрова в 1999 году, корпус стал не только украшением города, но и официальным символом ВУЗа. Логотип с его изображением представляет университет на международных форумах, симпозиумах и конференциях. Здание располагается на пересечении двух крупных городских магистралей – улиц Астраханской и Московской. Автор проекта использовал в фасаде 10-го корпуса традиционные для старых корпусов элементы классицизма – карниз, обрамление окон, купол со шпилем. Хотя в целом постройка выглядит вполне современно. А совсем недавно площадь перед 10-м корпусом украсил памятник святым Кириллу и Мефодию. Мысль о необходимости строительства 10-го учебного корпуса возникла достаточно давно. Впервые она была озвучена в 1975 году. Появилось несколько проектов. В основном они были решены в стиле хай-тек, таком технократическом стиле, и до воплощения своего не дошли. В 1999 году, после того, как это здание было возведено и сдано в эксплуатацию, это здание стало административным зданием. В нем располагаются в настоящее время административные службы, ректорат университета, музейная экспозиция, центральная музейная экспозиция истории университета и один из самых лучших в Саратове актовых залов. Особая гордость корпуса – двухуровневый зал на 700 мест с современной акустикой, киноаппаратурой и средствами для синхронного перевода. Это позволяет на высоком уровне проводить различные мероприятия. Много ли общего у этого здания, на первый взгляд, если сравнить его с предыдущим, десятым корпусом? Или вот с этим, двенадцатым, и пока последним на сегодняшний день учебным корпусом? Если бы эти здания были книгой, ее можно было бы смело назвать трилогией, потому что автор один – Юрий Бурмистров. Перед нами здание 11-го корпуса. Построено это здание по проекту архитектора Бурмистрова в 2004 году. 11-й учебный корпус – это пятиэтажное здание со стеклянным куполом. Красивая широкая лестница и балконы образуют уютный внутренний дворик, зрительно расширяя пространство внутри. В настоящее время здесь расположены кафедры и учебные аудитории институтов филологии и журналистики, истории и международных отношений, редакция газеты «Саратовский университет», а также информационный центр СГУ. Последний на сегодняшний день корпус, возведенный для СГУ – 12-й. Строительство здания завершилось совсем недавно. В 2008 году. Вопреки сложившейся традиции, оно расположено не вдоль Московской улицы, а в другой части города, на пересечении Белогринской и Вольской улиц. Площадь корпуса просто огромна – 23 тысячи квадратных метров. Фактически это три таких корпуса, как одиннадцатый. В нем уместилось 30 малых и 14 больших аудиторий. Несмотря на то, что здание совсем новое, у него уже есть свои достопримечательности. Например, аудитория имени профессора Богомолова. Под его руководством была создана Саратовская научная школа кибернетики, работы которой широко известны. Университет сегодня – это целая страна, где учатся 30 тысяч студентов и аспирантов. Работает почти 4 тысячи преподавателей и научных сотрудников. СГУ лидирует по числу абитуриентов в Саратовской области. Он является единственным вузом в регионе, где осуществляется подготовка по всему спектру специальностей по приоритетным направлениям науки, технологий и техники. Здесь непрерывно ведутся разработки в различных областях. Ежегодно публикуются сотни научных трудов. Постоянно растет материально-техническое оснащение. Столетний юбилей – один из ярких моментов истории Саратовского университета. Он объединит всех, кому дороги идеалы и ценности российского классического образования. Впереди у СГУ много планов – введение дополнительных специальностей, факультетов, новые открытия и громкие победы. А это значит, что история «Альма-Матер» продолжается и подарит нам еще не один повод гордиться любимым вузом. Редактор субтитров А.Семкин